здесь нет разницы иностранец или нет здесь коммунизм слава богу где то есть коммунизм самое смешное здесь так или иначе воплотились хорошем смысле слова все социалистические идеи которые были искривлены на постсоветском пространстве европейском где бы здесь в этом плане получилось еще и казино есть одно другому но я думаю все таки не без капиталистических инвестиций здесь в принципе похожая история что из китаем до социалистические идеи как бы в теории на практике это чистый оголтелый капитализм со всеми вытекающими но не такой агрессивный плане нету такой жесткой слежки да 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 он кто-то утонул нет а что это за символизм я могу начать для расскажи конечно у нас первая бесполеченность это пещера в которой как который адрес до страшно олицетворяет страшный суд здесь сцены мучений грешников по сути да вот в таких вот вы можете видеть все торчащие руки и дальше мы увидим не менее интересные картины о маленькие такие рыбки им безопасно вот смотри какой слон да да вот они прячутся эти сомики конечно это вообще в принципе в местной культуре такие вот даже во дворах обычных домов такие небольшие и декоративные рыбки сомики карпы этого чем еще известно кроме 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 того что здесь здесь эти пещеры издревле использовались для священных ритуалов для пуджи да то есть буддийскими монахами во время во время войны с американцами здесь спрятались отряды прям под самым носом у американцев чтобы вы были в курсе эта часть вьетнама центральная являлась разграничительной линии между севером и югом и здесь велись ожесточеннейшие бои и эти места использовались партизанами для госпиталей лечили рамены здесь укрывались солдаты и их семьи дальше мы будем увидим памятную табличку свидетельствуя об этом то есть здесь переплетена разные эпохи веки истории вьетнама как современный так и сильно сильно ранний когда здесь не было никаких французов была чамская цивилизация с индуистскими корнями все эти все эти гроты свете это не просто так это море которое отошло и соответственно когда море ушло естественные пещеры а вот это все не рукотворное это вот не выковыривали мрамор отсюда нет нет это все это все приводит природа виновата а рассказывал напоминание во войне непосредственно в парламентах «Доблестные вьетнамские партизаны». Вот. То есть здесь в этом плане уникально. Здесь консистенция всей вьетнамской культуры как таковой. То есть современной, с войной, с коммунизмом и так далее, да. И прошлой. Сильно-сильно прошлой. Где буддизм и одно другое другому не противоречит и не взаимоисключает. То есть здесь пошли дальше и религию как таковую не стали исключать, искоренять и так далее. здесь в этом плане коммунизм в хорошем смысле победил. А куда можно палочки поставить? Вот сюда. Либо сюда, либо вон туда. Ирина, а ты не сходила? Нет, это не здесь. Это дальше. А что? Нет, 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 нет. Еще один палец. Да. Есть какие-то вещи из хелла. А, из ада. Из ада? Из ада. Ой. Инфердернальная. То есть это пещера, по сути, которая вот страшный суд имитирует. И смысл этой пещеры в том, что человек приходит сюда, и вот он наблюдает сцены страшного суда, да, что его может ждать после смерти. Более того, здесь даже вот эти весы есть. Где-то они, по-моему, не эти ли? Весы, которые оценивают вот твои добрые и злые поступки. Вот где-то здесь, по-моему, вот они. Как в древнем Египте богиня Маат была такая, которая перышко клала на весы, и в зависимости от того, какая чаша перевесит, определялась по перышку добрый человек или злой. И куда его отправлять? А смотри, ему тоже палочки ставят? Ему тоже. Чтобы не сильно жарил, если вдруг случайно заролишь не туда, после окончания жизни может уйти. Ну, или родственников, чтобы мне подкащил. Вот такие вот. Во всех уголочках прячутся. Замуровались демоны. Буквально. Буквально. Здесь как-то невероятно. Вообще невероятно. Да, пойдем везде. Пойдем. Саши пошел помолиться. Саши пошел помолиться. Господа, отправимся прямиком в пекло. Идем в пекло. Варь. Сначала пойдем посмотрим на мучающихся, а потом помолимся за... Тех, кто... Туда не хочет. Не хочет. Не попал. Что, серьезно? Тогда там в глубину так надо, да? Ну, не сильно, не сильно. Посмотрите, какие тут тоже вот сценки с костями, со всеми с... Вот это вот... Ты же знаешь устойчивое выражение в России «курить бамбук»? Ну, услышала, да. Это, собственно, это пошло из Вьетнама. Да ты что? Мужчины до сих пор курят трубку, это вот бамбуковая. Вот. Ну, она, естественно, не таких размеров. То есть, например, ну, тоже большая штука. Вот таких вот. Каждое утро они с местным крепким кофеем раскуривают здоровенную бамбуковую трубку. Да. А почему за это в ад? Это часть ада, где ты страдаешь, говоришь, после смерти. Ты должен пройти после смерти через много боли и страданий. Она раскаляется и причиняет страдания вот этому несчастному. А вот того сжигает сверху, видимо, от такого количества. Адский смех. Он был в религии, говорит, верим в это же. Сигар там почему-то. В старом Гуа-Таме был. Там есть музейчик небольшой, где вот похожие картины, где индуйские боги делают, проделывают всякие штуки с живыми людьми. Хорошие и не очень. В общем, господа, берегите свою карму. Не портите себе загробную жизнь. Как-то так. И вот здесь вот опять тут прячется один товарищ в уголочке. Тут лампочка зачем-то лежит. Не знаю, что там будет с этой лампочкой. Не хотите ли познакомиться с крокодилом? Серьезно? Да, мы можем сказать, что мы были в аду. Мы видели, как люди страдали. И вот, друзья, он говорит, теперь можем сказать, что если кого-то вы ненавидите, если завидуете или еще что-то, вот мы будем платить такую цену. И собака там тоже питается какими-то остатками костей. Господи, как это монументально! Ну что, в самое пекло идем, да? Спускаемся. Нужно, наверное, действительно наклонять голову. Ой, тут реально надо наклонять голову. Как мы, говорит, много во многие индийские храмы так проходим, наклоняясь. Вайшнодеви. Смотрите, что происходит, если вы делаете очень плохие вещи. Вот женщина страдает. Сохранясь, охранясь. Сохранясь, да. За что страдает? Да, да. Я вегетарианец, пожалуйста, не делайте мне так. Ну как, слушайте, это невероятно такие камни, такие как сталактиты, но это не сталактиты. Когда-то это может быть даже и обвалится. Рай от ада отличается по ощущениям, как отличаются чувства, когда ты лежишь на ложе любви. И, например, на тюремной койке. Оля. Змея. Отшельник. Или монаха-то монаха. Такие мокрые перила, такие колючие. Неприятные, они реально мокрые в воде. Ну и что, и мы пришли теперь в какое-то приятное место. Вау, 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 вау. Руки в пись. Шанти. И там, наверное, как ом. Шанти. Если вы в свой последний час преодолеваете все вот эти круги ада и все-таки потом помните о благе и приходите к Будде, вспоминайте Будду, то вот он вас. То есть это такой финал ада для хороших. Ты все это прошел, посмотрел все эти сцены, как Вергилий, который спускался в дантовском аду. Да, вот он спускался, смотрел. Или вот Ира, наверное, Ира видела точно этот фильм «Наш очаг». Наш дом, наш очаг. Наш дом, наш очаг. Вот там как раз-таки главный герой, он сначала проходит, он сначала попадает вот как раз-таки в похожее, да, правда, пространство? Да, это так счастливее. И ему показывают грешников всеразличных, да, как они себя ведут и так далее. И потом за ним приходит проводник, как вот Вергилий, по сути, и его в рай, да, вот в наш дом забирают. Всех, кто хочет, они смотрели, высматривали, кто еще готов, кто еще уже освободился от своих тяжких мыслей. То есть вот чистилище, да, по сути, так. Вот это вот как бы финал. Да. Очищающий огонь руки Будды или Творца. И душа очищается, видимо, в этом огне. Ну, то бишь, это, иносказательно, наверное, вибрации у человека изменяются, да? Наверное, да, если в это вообще верить. Я верю. Сонартической точки зрения. Да, да. Ну, теперь обратно в ад. Обратно в ад. На землю. Уже говорю, спрятала камеру, буду наслаждаться адом для себя, сама смотреть, как он выглядит. И вот увидела пещерку, которую не заметила. Тут что-то такое, вон, крысы жрут внутренности у женщины. Там рядом, кажется, мужчина. За что крысы их жрет, непонятно. Что натворили непонятно. Раньше была же такая пытка, страшная пытка, когда голодных крыс к туловищу человека, клетки их пододвигали и поджигали с одной стороны клетки к телу человека, а с другой стороны клетки поджигали. И крысы начинали выедать внутренности человека. Это средневеково бы. Кстати, Иван Грозный тоже очень любил это применять. Любил, господи. Чем люди развлекались. Это есть в Александровской Слободе, город Александров, там был опричный двор Ивана Грозного. И там, я не знаю, насколько сейчас, раньше был музей пыток и пыточных инструментов времен, вот опричный как раз Иван Грозный. Так что, кто считает, что Иван Грозный эффективный менеджер, посмотрите, пожалуйста, на это, вспомните мой рассказ про крыс и представьте себя на месте. Да, себя или своих любимых. Мы проходим. И вот уже на обратном пути опять я вижу кое-что, чего не заметила на пути туда. В каждом углу прячутся какие-то демоны. А чего мы, в другую сторону, мы в какой-то другой углубились. Мы поэтому не шли. Как это интересно. Мокрые стены. Опираешься на них и руки скользят, они мокрые. О, господи. Покайтесь, грешники. Да. кору сделаем мы тут по привычке здесь на даже совсем вот смотрю из этого до поднимали совсем худые люди все вспотевшие мокрые абсолютно мокрые да мы здесь были до старейшины как-то так они называются я точно не помню но вот что-то с этим связано как 12 апостолов что-то вот какого-то даже египетского вида а мужчина на индуса похож здесь имена их написано тонг де вонг десять богов у них у каждого что-то написано китайским не владеем и вьетнамский может быть кто-то владеет до земла вонг бен тан вонг вонг может быть может быть это типа как или король для или бог бога а смотрите как мы вовремя уходим сейчас будет много народу как они любят путешествовать до китайцы никак не могу привыкнуть к им к их пижамкам они ходят шелковых пижамках реальные пижамки шортики пижамные блузочки брючки а корейцы они обычно все одеты одинаково семья одеты одинаково одинаковые костюмы это у них вот такой стиль корейский у вас есть такое мне нам уже не корейцы ну и что может быть это тренды так где наш проводник они его затоптали они затоптали сашу ой аккуратненько надо ну вот не заметила ступеньку или поскользнулась да все же тоже с телефонами смотрят в телефон они под ноги снимают мне удобнее у меня тут нету в камере дисплея я смотрю на дорогу вижу ступеньки но тоже иногда падаю барельефы этих мудрецов ура фрешейер впереди потрясающе спасибо чем связаны эти животные непонятно это же наверно ну как-то души этих всех животных они тоже могут попадать в ад в ад а это за что ну как же у них же коллективная душа есть считается ну вот у животных у них коллективная душа вам не смогу может они человека сопровождают не знаю кстати они лишнего то зла не делают мне кажется только человек целенаправленно выдумывает эти китайские казни и пытки а животное если убьет только чтобы насытиться покушать а чтобы получить удовольствие вряд ли животное издевается над другим животным не знаю короче мне кажется они все таки лучше нас блэссинг папа блэсс эври бадя очень жарко жарко душно и маленькие золотые красные рыбки какие-то она прямо ножки у нее вот этой рыбки плавнички ножки сажи хочет ледяного кофе все попробовал очаровался о мы идем на лифт о мы идем на лифт